День маэстро прошел в рабочем режиме. Почти все время Виктор Захарченко уделил репетиций концерта. Программа состояла из народных шлягеров и авторских песен. Художественный руководитель, который, к слову, более 40 лет у руля, отметил, что концерт – повод взглянуть в прошлое, оценить свое творчество. Профессиональное искусство для того и существует. У него задача несколько другая – не только сохранять, но и продвигать. Нравятся мне мои родные песни, те же самые песни «Станицы Дядьковской». Но я хочу, чтобы их слышали. Я этого добился. Моя мечта исполнилась. Я ее провез по всему свету. Поздравить Виктора Захарченко пришли представители администрации и городской, и краевой деятели культуры. Слова благодарности звучали из уст участников хора, которые уже несколько десятилетий работают бок о бок с маэстро. Коллеги рассказывают, что их худрук продолжает творить даже на концертной площадке, нередко меняет ход концертов. Этим во многом и обеспечивает неподдельную живость выступлением хора. У зрителей свои желания. Они приходят на концерт, услышат те или иные песни. И Виктор Захарченко с удовольствием исполняет и включает прямо в середине концерта. Кубанский казачий хор стал визитной карточкой края. Он выступал на крупнейших площадках всех континентов. Сейчас коллектив постоянно гастролирует. В год участники дают около 250 концертов. В начале марта кубанский казачий хор вновь попал в книгу рекордов России. Ансамбль совершил самый продолжительный тур по стране. За месяц артисты преодолели гастрольный путь в 20 тысяч километров.